РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Программа подготовлена по инициативе Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка. Очень яркий герой у нас сегодня Дмитрий Сенников. Футболист, игравший за несколько российских клубов, но особенно запомнился болельщикам его период в столичном локомотиве. В составе именно этой московской команды Петербуржит Сенников стал двукратным чемпионом страны и трехкратным обладателем Кубка России. А вместе с национальной сборной принимал участие в чемпионате мира 2002 года и чемпионате Европы 2004 года. Уникальность главного персонажа программы еще и в том, что футболист Дмитрий Сенников, ну очень интеллигентный, образованный, очень чуткий к искусству. Прямо классический представитель культурной столицы. Впрочем, об этом обязательно поговорим чуть позже, а сейчас мы рады приветствовать в эфире человека, который прошел, прожил, прочувствовал каждый шаг, каждую ступеньку, все этапы вместе с прославленным спортсменом. Это мама Дмитрия Сенникова Наталья Васильевна. Здравствуйте, мы очень рады вас видеть в студии, спасибо, что согласились принять участие в программе. Я очень вам тоже благодарна, я рада за такое отношение ко мне, за внимание. Наталья Васильевна, ваш сын на данный момент завершил карьеру игрока, все главные переживания уже позади. Но вот если повернуть, время вспять. Вы бы согласились отдать маленького Диму в футбол? Я считаю, что если есть желание у ребенка играть в футбол или в какие-то другие виды спорта, не нужно навязывать своего мнения. Даже если у него не получится в футболе, в хоккее, там просто. Я считаю, что оно как-то по судьбе, что ли, складывается. Мамам главное поддерживать? Мамам обязательно поддерживать. Это ограничение вредных привычек. Это режим, это особенный режим, потому что тут и питание, и тут и дисциплина. Спорт, по-моему, нужен абсолютно всем, даже если нет к этому способностей. Особенно в раннем возрасте это очень нужно. Болеет часто простудными заболеваниями, еще какие-то есть недостатки в развитии. Спорт нужен, по-моему, всем обязательно. Не обязательно профессиональный. Профессиональный он сам найдет своих. Дмитрий Сенников начинал с обычной дворовой игры. В Ленинграде тогда был футбольный бум, потому как в 1984-м «Зенит» стал чемпионом СССР. Все мальчишки были влюблены в футбол, в том числе и Дима Сенников. Хотя у его мамы изначально были совсем другие планы. Она мечтала отвезти его в танцевальный кружок или в фигурное катание. А с домашним футболом боролась, выкидывая мячи с балкона. Но так или иначе, необходимость везти сына именно в футбольную секцию явно созрела. В 9 лет Дима Сенников стал «Зенитовцем». Было это в 1985 году. Он начал тренироваться в спортшколе. Сам ездил на тренировки, уроки учил в метро. Притом успеваемость, невзирая на спорт, была весьма приличной. Кроме того, Дима вместе с сестрой успевали помогать маме, которая в те времена, увы, была вынуждена подрабатывать дворником. В общем, много удивительных историй было в жизни нашего героя. Будем в них сейчас погружаться. А помогут нам в этом люди, которые в разное время были рядом. Прямо сейчас у нас на связи давний друг Дмитрий Осенникова, российский футболист, вратарь, тренер Дмитрий Бородин. Здравствуйте. Здравствуйте. Да очень рада. Дмитрий. Я давно не видел. Да очень давно, да. Ну, будем считать, это ваша такая посредственная встреча в эфире. Дмитрий говорил, Дмитрий, Дмитрий говорил, понятно, что здесь сплошные димы, что вы дружите почти с самого детства. Давайте вот вспомним, коль уж у нас сегодня такая программа, тут много что вспоминаем. Как вы познакомились? Как завязалась ваша дружба? Было 16 лет, Дима попал к нам в команду, в локомотив Питерский. И попал под мою опеку, да, хоть я и был младше, но получилось так, что я уже в этой команде был достаточно давно, и мы с ним сразу сдружились. Просто я помню, как он пришел на первую тренировку, у него было бутсы стертые вообще в ноль. Ну, бутсы вообще на шипах, но я шипов там у него не видел, он как будто на кедах был. Костюм у него был с сердечком зашит, видимо, или мамой, и сестра зашила красиво, там заплаточка такая. Но, тем не менее, на поле я всегда его помню с первой тренировки, что он хоть и был молодой, но не давал спуску никому. И спасибо, Наталья, сильно, что воспитали такого сына замечательного. Да, вам спасибо за хорошие слова. А в то время, если я не ошибаюсь, тренер петербургского локомотива был известный в прошлом нападающей сборной СССР Гивенодия. Да, и чем запомнились те годы? Ну, прежде всего, это была первая команда, да, наша зима, профессиональная. Первые контракты были подписаны там, и, конечно, тот коллектив, который там подобрался, мы до сих пор с некоторыми ребятами из команды поддерживаем отношения. У нас даже есть отдельная группа в бэдсапе, да, и мы периодически общаемся, делимся новостями. Сохранили это общение. Здорово, это сейчас редко. Столько лет прошло, и мы продолжаем общаться, это очень важно. Дим, вы же вместе с Сенниковым еще и неоднократно назывались сборную России. Наверняка тоже здесь какие-то есть эпизоды яркие, которые вот точно так же впечатались в память, ну, тем более, связанные с национальной командой. Ну, вызывались, вызывались просто. Я-то вызывался, а он играл. В общем, дело. Была такая разница между нами, да? Да, статус уже был другой. Уже я был под его крылом сборной, потому что он уже был там старожилом, можно сказать. Получилось, что он уже помогал мне адаптироваться в этой команде, и на самом деле было приятно. Там та сборная тоже всегда вспоминаю с теплотой. Там Юрий Павлович сначала позвал, потом и Глуз Хиддинг был, и, в принципе, все ребята такие подобрались в очень интересные, и футболисты замечательные. Поэтому тоже с теплотой всегда вспоминаем, когда собираемся. А что касается Димы, то в сборной он не просто так попал. Он был ведущим защитником, всегда отдавался на поле, всегда был предан футболу, команде. И только, наверное, травмы в последнее время помешали ему еще продлить свою футбольную карьеру. А вот в вашей с Дмитрием биографии есть запоминающийся и очень неординарный факт. Вас вызывали сыграть за сборную мира в компании Роберта Карлоса. Внимание, Видича. Против команды Дмитрия Сеникова. Вы припоминаете такой случай? Что за игра такая? Это был прощальный матч Вадика Евсеева. Он собирал друзей. Была команда друзей. Я так помню, команда «Локомотив» и команда «Сборная мира». Да, это была на «Локомотиве» игра. Дань уважения к карьере Вадика Евсеева. Приняли участие. Там много было известных футболистов. Достаточно тоже атмосфера дружелюбная. Потом было мероприятие. Там все вместе смогли собраться, пообщаться тоже. Достаточно интересное время провели. Огромное вам спасибо. Российский футболист, вратарь, тренер Дмитрий Бородин был у нас в эфире. Успехов, удачи. Ну и, конечно же, поддерживать всеми возможными способами замечательные связи с бывшими и с настоящими друзьями по футболу. Мама знает все. Наталья Васильевна, вот и Дима, и все его друзья, все уже переехали в Москву, а вы все еще в Санкт-Петербурге. Почему? Даже мысли не было никогда переехать в Москву. Не хотелось след за сыном, чтобы помогать, присматривать? Нет, я часто езжу в гости, там же все-таки внук. Меня очень устраивает Питер. Потом у меня есть еще другая маленькая родина. Это Старая Русса, Новгородская область, где, я считаю, самое место для пожилых, для пенсионеров. Там чистый воздух, там спокойный образ жизни. Меня больше устраивает жить отдельно от детей. А как часто сейчас видитесь? Последний раз сын с внуком приезжали в Старую Руссу, потому что он очень любит этот город. Это город Достоевского, Рахманинова. Это курортный город. Там много мест, которые мы любим посещать. Много источников, много родников, красивые пейзажи, реки, озера. Просто погулять по курорту. Это пение птиц, это красивая аллея. И самый свежий воздух. Это считается на курорте в Руси. А созваниваетесь часто с ним? Созваниваемся очень часто. Когда просто есть желание, фотографии переслаем, какие-то сообщения. А Дима вообще, он заботливый сын, внимательный? Ну, он, конечно же, очень внимательный, но он так умеет создавать обстановку, что у нас не бывает ссор. Любые какие-то напряжения, которые у всех, конечно, возникают в семье, они всегда заглажены, потому что вот у тебя сегодня что-то происходит, у тебя одно мнение, с каким-то промежутком уже большим, оно меняется. И ты думаешь, зачем вообще нужны были какие-то выяснения. Если всегда есть перемены, нужно просто их как-то дождаться, не сделать поспешных выводов, никогда не выяснять отношения, когда не выдерживают там нервы, хочется крикнуть. Это даже как-то... Сейчас учимся вот у Димы, что я, что его сестра, он очень хороший пример для того, что вообще нет плохих людей. Каждый интересен по-своему, каждый человек, вот он индивидуален, нельзя никого осуждать. Это самое главное, чтобы каждый понял, что этот завет, не осуждая и не будешь судим, это очень главное вот по жизни. Я считаю, что самый даже, может быть, главный, это уметь прощать. Но у вас же с Димой вообще очень много общих интересов. Театр, балет, музыка. О культурных традициях семью Есениковых и о том, как футболист стал фанатом китайской пианистки, мы об этом поговорим еще в следующей части нашей программы, а сейчас ненадолго прервемся. «Как воспитать чемпиона?» Мама знает все и расскажет на Авторадио. Десять лет в московском локомотиве, чемпион России 2002 и 2004 годов, трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата страны, трехкратный обладатель Кубка России, участник чемпионатов мира и Европы в составе национальной сборной Дмитрий Сенников. Сегодня говорим о нем. Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В студии у нас мама Дмитрия Сенникова, Наталья Васильевна. И дальше музыка. Наталья Васильевна, Рахманинов, наверное, один из самых любимых композиторов Дмитрия Сенникова. Да, согласна. Вы знаете, в своих аккаунтах в соцсетях Дмитрий как-то написал «Музыка Рахманинова разбудила во мне новые интересы». Когда вот эта любовь к классической музыке проснулась, это с детства началось? Нет, это уже началось в зрелом возрасте. Думаю, что после 30 лет. То есть уже даже после основного пика в карьере футболиста, да? Да, да. Но точно, видимо, еще мальчишкой все-таки он был романтиком. Потому что не мог просто так мимо проснуться вот этот вот другой Дима Сенников, который открыт вот к музыке, к театру и так далее. Единственное, что я могла сделать для своих детей, я постоянно брала экскурсионные поездки на работе. Такие путевки предоставляли на разные, так сказать, экскурсии. Давайте поговорим и повспоминаем еще с одним другом детства, Димой Сенниковым, с Михаилом Ткачуком. Есть, ой, это мой любимый. Здравствуйте. Да здравствуй, Миша. Я очень хорошо тебя помню. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Что самое сложное для мальчишек было во время учебы в спортивной школе? Знаете, да ничего сложного. Там все очень просто, потому что нам это нравилось, судя по всему. Не, ну я не беру там нагрузки, тренировки, это все понятно. Конечно, так в другой жизни я не хотел бы, честно говоря. И вот этот сложный режим, вот эти нагрузки, вот этот весь расписанный день, практически никакого свободного времени, это вас все устраивало? Да, потому что было чем сравнивать и по большому счету, слушайте, ну когда такие люди, как Дим Ксеников, у тебя в окружении, то, конечно, с другими уже неинтересно, потом я вам так скажу. Что в нем такого самого удивительного? Вот прямо сейчас... Его характер, это, конечно, был уникальный человек в этом смысле. Мягкий, очень вне поля, так скажем, знаете, он такой вот добрый, всегда отзывчивый, бабочек рассматривал, ну так образно говоря, понимаете, всегда поможет, никогда не говорил о каких своих проблемах каких-то, всегда на позитиве, оптимист по жизни. Ну, когда он выходил на поле, это было что-то, конечно, это бомба внутри, в профессиональном спорте там прозвище железо получил, ну это о многом, говорит, он очень неуступчивый, добился таких высот благодаря вот этому всему. Я потом спрашивал, говорю, Дим, ты мне объясни, пожалуйста, вот как можно, вот ты сидишь, бабочку рассматриваешь, потом вот такие вещи происходят. Он говорит, Мишка говорит, я просто не люблю проигрывать, то есть вот это для меня до сих пор такая загадка. Касательно вот удивления, может вспомните какую-то забавную историю время то веселое было, спокойно либо дни вспомнить, но вот что мне запомнилось, да, там вот по неуступчивости, по его, по отсутствию каких-то там авторитетов. Вот мы играли в лагере в баскетбол, и с нами тренер играл Вячеслав Иванович, бываю. И какой-то стык был очень такой жесткий, в окновение. Ну, именно Вячеслав Ивановича, именно с Дмитрием Сенниковым. И потом у Вячеслава Ивановича очень серьезно рассматривался вопрос того, что у него сломано ребро. Это было вообще, конечно. В баскетболе, да, в баскетболе? Да, да, ну просто, да, да, у нас тренировка такая. Лайвович, строили турнир, так и тоже небольшой. Ну, Димка благополучно выиграла один турнир, второй турнир. То есть, ну, в принципе, никто не ожидал вообще, что еще и Димка так может спокойнее, когда там всех взять и обыграть, очень здорово. По идее, вы должны были не очень любить в команде, потому что что это такое, здесь выигрывает и там выигрывает, какой-то так себе пацан-то на самом деле. Ну, как-то так, да, да, недолюбливый или недолюбливый. Да нет, нет, конечно, вы что, я не помню лично, я не помню, чтобы его кто-то там что-то какие-то вот такие были в отношении к нему плохие, потому что, слушайте, ну, на него нельзя не злиться, ничего. Ну, классный парень, вообще классный просто. Спасибо вам огромное. Великолепный рассказ и очень душевные воспоминания. Михаил Ткачук был у нас в эфире. Счастливо, до свидания. Мама знает все. А мы продолжаем разговор про культурные традиции семьи Сенниковых. Вы, я так понимаю, все-таки больше поклонница балета, а Дима такой универсал. Он и балет, и оперу, и драму любит. Вообще отдельная история с фортепианными концертами. Расскажите нам уже вы, Наталья Васильевна, про какое-то невероятное уважение, даже обожание по отношению к китайской пианистке, мировой знаменитости Юджи Ванг, или как ее по-китайски говорят, Юй Дзя Ванг. Прозвище «летящие пальцы». Ну, тут понятно, за технику именно воспроизведения звука на рояле. Он же за ней, за ее выступлениями по всему свету носится. Пардон за этот глагол. Я знаю, Лос-Анджелес он ездил. А последняя его попытка попасть на концерт была, по-моему, в боку, где он с ней уже лично познакомился, и вместе, совместно, они фотографировались, фотографии были в Инстаграме. Что он переживал в этот момент? Наверное, это какая-то невероятная эмоция. Да, он наконец-то сказал, что он добился своей мечты. Но она его реально кумир, вот эта виртуозная пианистка, она его реально. Действительно. Но не каждый будет ездить за ней по всему свету, как Дмитрий Сенников. Это все-таки такой какой-то отдельный момент. Он для меня был весьма поразительным. Честно говоря, для меня тоже. Наталья Васильевна, еще один неожиданный момент. Оповедайте нам, в какой момент футболист Дмитрий Сенников сам сел за рояль? У него был такой роман лирический, можно сказать. Поэзию сильнее полюбил. Он стал читать не только Пушкина, Цветаева, Ахматова. Появились здесь сборники дома. Сам решил в какой-то день рождения этой девушке подарить ей музыкальную пьесу. Нужно было осваивать технику. Одно дело мелодия, но нужно было собирать ее достоверно, как профессионал. И, мол, у него получалось по-своему от души. Да, я сама слышала. А он же, вот вы сказали, стал увлекаться и поэзией, и сам стал писать стихи, да? Дима очень хорошо пишет, очень глубоко, но нуждается в коррекции. Он где-то теряет больше ритм. Не рифму, а ритм. Ну и так, пианист, театрал, книголюб, эстет, в общем, футболист Дмитрий Сенников. Согласно последней части нашей программы, получается, что Дима родился чуть ли не серебряной ложкой во рту и стомиком Чехова подмышкой. Но нет, воспитание было местами суровое, потому что семья советская. И это, надеюсь, сейчас нам подтвердит родная сестра Дмитрия Сенникова, Ольга. Она у нас в студии. Здравствуйте все. Вы на 4 года младше Димы, правильно? Да, на 4 года. И вам в детстве доставалась роль вратаря. Это уже тоже было озвучено. Ну, дома не совсем вратаря, на улицах да, потому что мне всегда хотелось гулять с Димой, у меня не было своих друзей, брат старше, естественно, с ним интереснее. Да, и там я стояла всегда вратарем, потому что другого места там мне не было. Хочешь со мной гулять, стой на воротах. А дома мы играли за уроки. Как это? Сейчас объясню. Дима был отличником в школе, я не была отличником, и мне уроки отдавались очень сложно, но у нас была договоренность. Мама меня просто наказывала, забирала тетрадки, ну, в общем, там своя история. В течение дня я с ним играла в футбол дома, у меня была табуретка мои ворота, но, честно, он же футболист, у меня была табуретка, а у него целый диван. И так мы играли, но зато к вечеру у меня были сделаны все уроки мои. Дима помогал немножко, совсем, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть помогал, да, за футбол. Ну, если идет футбол по телевизору, естественно, я говорила, смотри, потому что... Какой-нибудь сама. Да. Но без травматизма у вас проходили все эти футбольные баталии? Конечно, с травмами. Мышцы у него каменные были, и любое столкновение с ним у меня был синяк. Его даже мне было не побить, потому что у него руки, ноги. Но мы договорились так, что я одевала кожаные тапки, он играл босиком, и скорее я ему наносила травмы, нежели он мне. У вас же был легендарный дедушка. Дедушка, да. Такой, мне кажется, с очень сильным характером, наверное, с одной стороны очень любящий, с другой стороны очень строгий мужчина. Вы прям заметили, да, прям в точку попали. Я только сейчас понимаю, насколько сильно мы его любили. Тогда, как помягче сказать, но мы его не очень любили. Наверное, он вас гонял просто. Ну, он вообще нам запрещал все делать. Что он запрещал? Ну, например, просто пойти покататься на велосипеде с друзьями. Потому что это бессмысленное занятие. Все верно, надо идти в огород с лопатой, это намного полезней. Он почему-то в Диме всегда видел комбайнера, да, что надо пахать поля. А вот этот бомбардир, я помню, Дима тогда стал бомбардиром, он говорит, это вообще, что это такое? Это же стыдно. Вот был бы комбайнером, был бы человеком, да? Ну, да, и поэтому я всегда там завидовала Диме, что летом, когда он уже играл в «Зените», ну, получается, да, в юношеской, он всегда летом уезжал в спортлагерь. А я, к сожалению, к дедушке. И я думаю, какая несправедливость. Говорят, он вас даже на завод к себе брал. Ну, мы с Димой вообще начали рано работать. Я даже не помню, сколько мне лет-то было. Дима уже учился в школе, и я, мне кажется, еще даже не училась. Мы ходили, подметали ясельки, потому что мама не могла нам позволить, ну, зарплата была маленькая, у мамы купить магнитофон, а у нас была прям задача. Я не помню, за сколько мы накопили, за месяцев 8 на этот магнитофон, но мы накопили, вместе поехали, это прям была история. Весна 302, красного цвета, я помню, магнитофон, да. А что это за история, когда Диму полиция забрала, а вы были дома и потеряли его после этого? Ну, это уже во взрослом возрасте ему было, даже не помню, 17 лет, наверное, он учился в институте уже. И я вообще не поняла, был звонок в дверь, тогда была милиция еще. Я говорю, что случилось? Дмитрий Сенников здесь поживает? Я говорю, да. Я говорю, а куда вы его забираете? Они говорят, в отделении все объяснят. Меня это настолько сильно испугало, мало ли там, друзья, двор какие-то, говорю, Дима, расскажи, что случилось? А он тогда уже играл в локомотиве, и помню, у него там уже была какая-то зарплата, то есть он уже был одет так, ну, в принципе, нормально. И он, естественно, также оделся и ушел. Его не было, ну, приличное время не было. Я позвонила вот маме, мы начали его искать, оказалось, что его насильно прямо из дома забрали в армию. Но он сбежал оттуда. Он сбежал прямо с платформы, я не помню откуда. Потому что, если бы не сбежал, его бы увезли насильно. А он потом рассказывал о том, что, говорит, я даже не за себя переживала, я переживала, что с меня все снимут. Потому что... Финалы сопобреют. Финалы сопобреют, да. Есть ощущение, что вы, помимо того, что, ну, по семье брат и сестра, вы действительно друзья. Всегда были друзьями, всегда поддержкой, даже вплоть до того, что, если он заболел, мне тоже надо заболеть, чтобы мы вместе были. В знак солидарности. Да, в знак солидарности. Он меня кормил всегда, очень вкусно жарил картошку. Сестра была всегда накормлена. Защищал меня. Спасибо огромное. Ольга, младшая сестра Дмитрия Сеникова была на студии. Спасибо. Спасибо вам огромное. Наталья Васильевна, продолжая разговор о самостоятельности ваших детей и Димы в частности, не могу не спросить про его кулинарные успехи, тем более, коль уж Оля начала говорить, что он ее там со школьных времен кормил, картошку ее жарил, я так понимаю, что он потом каких-то определенных больших высот добился в этом деле. Потому что, как минимум, блины для гостей он всегда может испечь. Нет, тут немножко другое. Когда женился, так получилось, что он самостоятельно готовил завтрак, это всегда каша, иногда яичница, иногда творог. У жены был немножко другой график, он всегда кормил себя и своего сына. Он также сам себе гладил рубашки, убирался в квартире, и на данный момент он умеет практически все делать сам. Как говорилось в фильме «Москва слезам не верит», уж очень он какой-то идеальный получается. Да, очень. Ну ничего, разберемся. Впереди у нас еще интереснейшие гости и удивительные факты из жизни Дмитрия Сеникова. Сейчас небольшой перерыв. Мама знает все на Авторадио. Проект представляет Российский футбольный союз при поддержке «Газпромбанка». В студии ведущие Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Мы продолжаем. Чтобы не покупать новые бутсы взамен тех, что остали малым, старые надо просто залить одеколон, и они растянутся. Правила жизни Натальи Васильевны, мамы прославленного российского футболиста Дмитрия Сенникова. Было такое? Да, намечалась важная игра и оказалось, что бутсы очень малые. Не знали, как выйти из этого положения. И тут сосед выручил. Клинин, кстати, колонн мы залили, и это, как ни странно, помогло. Наталья Васильевна, а вот после окончания спортшколы «Зенита» Дмитрий поступает в институт. Да. Пора было серьезно определяться с тем, чем он будет заниматься по жизни. Расскажите вот нам про студента Сенникова, про выборы его института. Ну, это был институт водных коммуникаций. В дальнейшем стал университетом. Он изучился там два с половиной года. Учеба проходила успешно. Конечно, обидно, может быть. Но так сложилась судьба, что он не закончил. Он сам хотел восстановиться и даже пытался. Ну, наверное, не очень надо. В институте водных видов транспорта футбол для Сенникова продолжился. Да, он сначала занимался футбольной командой, именно вузовская. Тренер этой команды, где он всегда поддерживал спортивную свою форму, порекомендовал ему локомотив «Сатурн», хотя бы, чтобы он просто на каникулах занимался там. И если за месяц его, то, возможно, конечно, не было какого-то уверенности, но была надежда, что могут пригласить. Его пригласили в питерский локомотив. Да, вы знаете, он тренировался на каникулах, на осенних, и больше он уже в институт не вернулся. Его сразу забрали на сборы, и он остался в команде локомотив «Сатурн» в Гивеноде. Но ведь это же еще тот самый период, когда была история с армией. Да, это как раз. Расскажите вот в подробностях, что это была за криминальная история. Поскольку какие-то слухи уже дошли до армейского комитета, что он уже закончил учебу, как раз можно и в армию забирать, если человек не учится, не предоставляет. Да, он же бросил институт, по сути, и военкомат уже потирал руки. Вот, так бы вернее, да. Как-то вот они нагрянули внезапно, схватили, сказали, что просто пройдет медкомиссия, вот, и его отпустят. Все равно пришлось попереживать. Раздался звонок домой, что, мама, не волнуйся, это были первые слова, все в порядке, меня отпустили. Пять дней он служил в армии в Питере. То есть все-таки его забрали? Да, его забрали, но оставили в Питере, не увезли. Если бы тренер сразу не приехал за ним и сделали ему отставку на какой-то там, на какой-то маленький срок, и он как бы служил это все в самом Питере. И потом последовали два приглашения в «Зенит» в основной состав, и позвонил Павел Федорович Садырин, пригласил его в ЦСКА. Это было ему нужно, вот он его, видимо, приметил в локомотиве «Сатурни». сыну это было выгодно с позиции службы в армии. Не, ну, простите, это было бы выгодно с точки зрения футболиста, все-таки ЦСКА Москва, это, извините, это серьезная команда, и Павел Федорович Садырин, когда звонит, это тоже, по-моему, событие для молодого футболиста из ряда вон. А плюс еще, приятным бонусом, еще то, что могли зачесть службу в армии. Хотя я не знаю, как для вас распределялись приоритеты, может быть, действительно то, что отметочку о прохождении армии, это было для вас главнее? Ну, это не совсем было главнее, просто «Зенит» это родные стены, это Питер, но «Зенит», наверное, сам немножко виноват, было обидно, конечно, что его сразу не пригласили, как вот Угарова, Саша Панова, Зезина. С кем они вместе учились? Да, они вместе учились, вроде мы забыли, а тут вот его одновременно вспомнили и «Зенит», и «Зенит», и «ЗСКА». Но тут вы, конечно, и моя мечта сбылась о том, что я мечтала, чтобы сын играл у Садырина. Предлагаю все-таки вернуться и углубиться в тему студенчества. У нас сейчас в эфире для наибольшего погружения в эти годы появляется друг Дмитрия Сеникова по институту Дмитрий Тягунов. Слушаю вас. Вот вы вместе учились в институте водного транспорта. Расскажите подробнее о профессии, которую вы осваивали вместе. Проектирование судовых энергетических установок. Выдали диплом «Морской инженер». Мне выдали, Диме не выдали, не доучился. А Дима не рассказывал, почему он именно эту профессию выбрал? Нет, не рассказывал. Но одной из было то, что хороший футбол был в нашем институте. А, понятно. Не футбол, но это одно из. А как ему до ухода удавалось совмещать изучение профессии и футбол? Приходилось что-то у вас списывать, помощи просить или все сам, все сам? Скорее у него можно, особенно математик. А он же какой-то такой по точным наукам достаточно продвинутый товарищ был и имел склонность именно к точным наукам, да, Наталья Васильевна? Не было проблем ни с математикой, ни с геометрией. А подскажите, пожалуйста, вот Дима делился своими мыслями с вами, своими мечтами, может, переживаниями, когда приходилось уже выбирать между футболом и учебой? Нет, не делился. Естественно, он выбрал футбол. Он просто ушел. Даже не успел сказать, собственно говоря. Он просто ушел и все. Потом мы узнали, что он начал заниматься конкретно футболом. Понятно. Спасибо огромное. Дмитрий Тягунов у нас, друг Дмитрия Сенникова по институту был в эфире. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. Еще один боевой товарищ Дмитрий Сенникова, продюсер, актер, телерадиоведущий, один из основателей Comedy Club Таш Саркисян. Да, это я. Таш, вот вы среди создателей развеселой компании резидентов Comedy Club главный футбольный болельщик. Причем как сборной России, так и футбольного клуба «Локомотив». Вот откуда берет начало история боления залока? Дело в том, что я так родом из Советского Союза и из Еревана, то, естественно, с детства дедушка у меня водила на стадион, я болел за Гриванский Арарат. Антагонистами Гриванского Арарата из московского спектра, или Спарта, Динамо, ЦСКА, даже Торпеда. «Локомотива» не существовало тогда. Эта команда была из первой линии. Собственно говоря, как отторжения от этой команды не было. А когда я переехал в Москву, как раз это был идеальный вариант, поэтому вот, собственно говоря, так все и получилось. Таш, смотрите, футболисты достаточно частые гости эфиров развлекательных программ, в том числе и на Comedy Club. Вы в этой атмосфере познакомились с Димой Сенниковым? Да, еще это не было тогда трансляцией, не было телевизора. Comedy был таким элитным мероприятием клубного формата. И вот через знакомых вот туда пришел Дима, мы познакомились. Я тогда уже болел за «Локомотива», как-то все это вместе не срослось. Как по-вашему, чем существенно отличается поколение Сенникова от нынешнего в «Локомотиве» и в сборной? Вы знаете, есть плюсы у нынешнего и, соответственно, минусы. Плюсами, мне кажется, то, что нынешнее поколение футболистов, они все сильно заточены на спорт. Но все-таки во времена Димы это была нормальная практика прямо после тура пойти в ресторан все вместе. Тогда это сплочение называлось. Там же, может быть, даже принять немножко алкоголь. Нынешние футболисты уже без этого. Наталья Васильевна, вы согласитесь с мнением Таши по этому поводу? Дима не особо в такой компанический со стульях. Кстати, мама абсолютно права. Дима абсолютно никогда не отличался. Там были Евсеев, были общинников, активных товарищей был. Один всегда был спокойный. И, честно говоря, он и к алкоголю всегда относился так. Не особо любил выпить. Спасибо огромное. Таш Саркисян был у нас в эфире. Спасибо. Сейчас мы ненадолго прервемся, но затем продолжим разговор. Мы еще не обсудили отношения Дмитрия Сенникова с Юр Палычем Семиным, а это всегда очень эмоциональные эпизоды. Интеллигент и чемпион. Так можно в двух словах охарактеризовать Дмитрия Сенникова, футболиста, о котором мы сегодня не говорим в нашей программе. Программа подготовлена по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Вся эта беседа состоялась благодаря маме Наталье Васильевне. И сейчас мы возьмемся, пожалуй, за основной этап в карьере Дмитрия. Это время, когда он играл в московском локомотиве и вызывался в национальную сборную. Наталья Васильевна, вот к тому моменту, когда Диму пригласили в локомотив, вы уже хорошо разбирались в российском футболе? Вы знали рейтинги клубов, особенности главных тренеров? Вот мы знаем, что вы Садырина знали. И Семина, конечно, ее очень уважала. Вам хотелось, чтобы сын заиграл за железнодорожников? Вот тогда, если возвращаться в то время? Я только слышала локомотив, но я, когда его пригласили в команду, конкретно я ничего не знала, но я поняла по ощущениям сына, что он доволен с приглашением. И так и было честно, что все складывалось удачно, чемпионство и кубки. Но основным игроком Лока Сенников стал не сразу. Года два то его Юрий Павлович помариновал. Но зато в том сезоне, когда Дима уже заиграл как основной, локомотив впервые взял золото чемпионата России. Вы тогда на стадионе были? Вы знаете, я была на стадионе только в Питере. Я тоже не вспомню, когда он первый раз стал чемпионом. Единственный матч это вот когда они играли с Анжи за кубок. Это было, конечно, очень волнительное. Они проигрывали за то, что была задержка времени. Дали какую-то дополнительную чуть ли не одну минуту, а уже Анжи праздновала победу, уже все кричали ура, уже праздновали, щекались, в общем, кричали. И случайно вот этот вот на дополнительной минуте гол локомотива, конечно, смазал всю эту радость Анжи. И для нас это было просто. В 2002 году Дмитрий Есеников включает состав сборной России по футболу. Он ездил на чемпионат мира в Японию и на Евро в Португалию. Наталья Васильевна, вы куда-нибудь за рубежи родины вместе с сыном летали? Вместе с сыном мы только в Турции на вот возрастные соревнования. Так называемые ветеранские, да? Да, ветеранские точно. Это проводится осенью и весной. Понятно. То есть вот его основную карьеру, когда он был заигран в локомотиве, когда был в сборной, вы тогда с ним никуда не летали? Нет, никуда. В командировке он вас с собой не брал? Нет. А подарки вам привозил? Может, вы ему заказы какие-нибудь делали специальные? Последнее время, да, когда сын узнал, что я собираю сувениры, маленькие чайники сувенирные. У меня их уже около ста штук. Вот сейчас в последнее время он мне очень много чайников подарил из Таиланда, из Греции, той же вот Турции. А так кое-что, да, какие-то были подарки из одежды. Скорее даже своей сестре, а так в основном сыну. У нас не очень принято, потому что у него нету вот как у нас у женщин что-то ходить по этим магазинам покупать. Понятно. Вот этого шоппинга у него нет. Ну, вернемся к футболу. 10 лет Сенников играл в локомотиве. Он ушел по собственной воле? Нет, конечно. У него были серьезные травмы, это суставы, потом с бедром, грыжа бедра, по-моему, или как-то еще по-другому. Он делал операцию грыжа позвоночника. Он долго не мог нагрузки какие-то принимать физические, но все равно продолжал там и бассейн, и бег в меру своих возможностей. Сейчас еще предстоит операция, на сложное бедро. Очень много сказалось. Это сказалось, соответственно, да. Конечно, футбол это очень травмированная такая игра, это риск от того, что и тебя могут сбить, и сам неудачно когда сыграешь. А вот тогда он тяжело переживал расставание с любимым клубом, как-никак, 10 лет, это даже не год и не два. Ему сложно было, вам сложно было? Какие эмоции были? Он очень сложно переживал, бесполезно было его удешать, потому что это еще больше бы расстраивало, но мы жили в разных городах, я думаю, там жена немножко его как-то поддерживала. И он какое-то долгое время не пытался даже найти какую-то другую работу, жил на сэкономленные средства, умеет, видно, ждать, умеет верить, пока ему не предложили. Сейчас он, по-моему, счастлив, что он продолжает жить со своим футболом, он постоянно в курсе всех матчей наших и команды других стран. Он как эксперт, он даже не как комментатор. Как эксперт на матч ТВ же? Он как эксперт, он еще в сфере мастер-классов с детьми, встречи с детьми, разные мероприятия его приглашать. Дмитрий Сенников, это звезда российского футбола, по вашей версии. Я, конечно, очень, ну, даже, у меня нет слов, что такое к нему внимание, что его так оценили. Я вот сейчас только это понимаю, вот, так все шло спокойно, гладко. Наверное, так нужно. рос сын, работал, играл, выиграл, становился чемпионом. Ну, он заслужил, мне кажется, это своим, вот, своей силой, очень сильной любовью. Насколько нужно любить футбол, он же живет им, его жизнь самая обыкновенная. Ничего, если бы вы были с ним знакомы, вот, простой жизненной ситуации, это самые обыкновенные, вот, как мы все обыкновенные, любят просто гулять по городу, по Питеру, любят просто в других, вот, в парках. Ему ничего не нужно особенно в этой жизни. Говоря про любовь Димы к футболу, вот, перед нами сейчас лежит письмо, которое писал еще маленький Дима сам себе. Расскажите, пожалуйста, Наталье Васильевне, нашим слушателям, что это за письмо и что там написано? Я его случайно нашла, просто такая маленькая записочка, листок в клеточку, мелкий почерк. Ну, думаю, что что-то может быть. То есть, об этом письме я не узнала, а просто его нашла. И я могу прочитать, это не секрет уже. Это было написано в 95-м году. Это был план на 10 лет. Прочтите, пожалуйста. Меня зовут Сенников Дмитрий Александрович. Я 10 лет занимаюсь футболом. Хочу, чтобы избавились мои мечты. Я мечтаю попасть в команду мастеров. Первый год вторая лига России, второй год первая лига, третий год высшая. Все расписано. А мы еще дальше. А лет через пять, когда мне будет 24 года, я хотела бы играть за рубежом в Англии и принимать участие в играх за сборную России. Вот в Англии он был, он играл там за молодежную сборную, ну и, конечно, за сборную России тоже. Получается, что все сбылось? Все, что он написал, сбылось. Кроме одного, что играть в каком-нибудь английском клубе, я так понимаю, что он тоже все-таки предполагал. Но тут по-другому сложилось. И Дима сам неоднократно признавался в интервью, что за время его самого долгосрочного контракта с «Локомотивом» предложения не было, по крайней мере, из-за рубежа таких хороших, которые бы его, ну, скажем так, заинтересовали. А, скажем так, на предложения российских клубов он практически не откликался, потому что, ну, из «Локомотива» уходить он реально не хотел. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за искренность и спасибо, конечно же, за такого прекрасного, замечательного сына. От души желаю вашему радио успешного развития, таких же интересных встреч, чтобы вам было с ними приятно, чтобы все ваши гости тоже так же были рады. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Мы с огромной любовью приглашаем всех слушателей программы «Мама знает все» в наши подкасты. Заходите всем участникам и создателям проекта, это будет приятно, а вам интересно и полезно. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Самые близкие и важные в жизни люди «Мамы» помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. «Мама» знает все. «Мама» 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 «Мама»